Это будет необычный выпуск. Попробуй, это интересный опыт, может тебе понравиться. Я дам небольшое интервью крутому очень каналу. Я очень блевотно отношусь к бизнес-клубам. Конечно, хедлайнер выпуска Роман Кириллович, автор канала Фрайш ТВ. Самый неудобный вопрос, который я задавал. Это не про длину члена. Поговорим про другие каналы, не без хайпа, конечно, на ютубчике. Черняк, он точно прется от того, что он разъебывает своих спикеров. Как будто побоялся прийти на интервью к тебе. Возможно, это связано с его прошлым. Ему надо было сказать, иди, дядя Женя, в жопу с такими вопросами. Он тяжелый человек, мы с ним больше не общаемся после этого. И в целом обсудим бизнес-каналы, что с этого можно вынимать, как вынимать и на что смотреть. Призы – это херня с точки зрения количества подписчиков. В Google AdWord можно слить просто все деньги мира. Если ты хочешь зарабатывать только на рекламной модели, тебе просто надо быть не вебическим блогером. Это пискометство и это показушность вот такая. Приятного просмотра. Лайкосик ставьте уже и смотрите. Погнали! Устал ждать выплату от партнерской программы? Левбит платит каждую неделю, без холда. Линк в описании. У тебя канал по меркам YouTube небольшой, но растет в принципе неплохо. У тебя сейчас на момент записи 9 тысяч подписчиков в специализированном контенте и ты… Мы сейчас пишем в конце августа, до ноября у тебя продана реклама, на 3 месяца вперед. Да, даже больше, но спрос превышает предложение. Почему? B2B история. Два момента, которые точно сработали. Опускаем сразу то, что регулярность выпусков, качество контента, который должен подниматься. Факапы их просто немерено, если вы перейдете на канал, то вы поймете о чем я говорю. Первое видео не смотреть категорически, я вот сейчас после записи выйду и удалю его. То есть это обязательно. Вот это опускаем. Два момента главных. Выбор ниши, я считаю. И второе, умение все-таки продавать, я никогда не был продажником, если честно. То есть мне лучше заработать поменьше, чем вот это. То есть вот нет этого, я, конечно, своих детей точно буду этому учить. Это большое упущение многих людей, которые родились после СРСР или еще в СРСР. Но, тем не менее, у меня есть такой скилл, как нетворкинг, я его развивал очень давно. И вот мне старые связи, в принципе, позволили на старте же сразу же договориться, наперед взять на себя обязательства определенные, сказать, что будет так-то, так-то, будут такие-то, такие-то гости, потому что у меня основной формат интервью, но он такой более интересный, вроде бы я стараюсь так делать. Взял обязательства, начал сделать с интересными людьми, пошли не только на меня, но и на людей. И ниша четкая, понимаешь, сложно зацепить, сложно найти инвестиции. Тут как курица и яйцо. Одни ищут инвестиции, а другие не знают, куда идти деньги. И канал мой отчасти таких людей сводит. То есть мне в этом смысле просто, потому что B2B они не могут нигде их найти больше. Ну, то есть там, не знаю, по разным может конференциям стараются, но тем не менее. У меня смотрит как раз таки аудитория, которая с деньгами или владельцы проекта. Вы сейчас канал про бизнес или канал про интервью? У нас было, я посчитал недавно, у нас был вебинар недавно в РР и я там, в частности, рассказывал наш кейс и посчитал, что у нас было два перерождения. Первое перерождение было почти год назад, когда мы сделали выпуск про трансформатор и потом сильно быстро пошли. С десятки до шестидесяти пяти. Да, тогда у нас было 14, сейчас у нас 65. Но еще год не прошел, то есть если там подводить итоги, то вот за эти там 10 месяцев. Это был первый такой, ну это был прям перезагрузка канала, мы начали делать раз в неделю, мы начали общаться с крутыми известными предпринимателями, там и звездами всякими. Но при этом мы еще делали сюжеты о бизнесе очень много, они очень кропотливые, их очень много снимать, монтировать и так далее. То есть один сюжет это пять спикеров, это как пять интервью сделать, это в один для одного сюжета, это очень утомляет, по времени это безумно. Ну эти дни, когда мы сводили эти сюжеты, страшно вспомнить. Мы сейчас хотим попробовать, что такое. Попробую, это интересный опыт, может тебе понравится. За это время, за 10 месяцев перерождения такого канала, самый неудобный вопрос, который ты задавал? Ну по Лонскому про тюрьму, наверное. Серьезно? После которого он ушел. Ты ведешь себя как следователь, ты не умеешь брать интервью. Неинтересно, кстати. Да нет, ну это просто по эффекту. Ну про измену ты спрашивал у кого-то, например? Нет, нет, нет. Если оценивать по эффекту на спикера, то это по Лонскому. Нет, нет, без эффекта. А если... Слушай, ну... Самый, который тебе сложно дался. То есть вот ты, блин, все-таки старался, нет, но все-таки решился. Недавно у нас было интервью с Андреем Парабиомом, это человек, который привез правильные технологии инфобизнеса в СНГ из США. До этого там был такой рынок попроще, он сделал это правильно. То есть он такой, ну, мэтр этого жанра. И меня с ним познакомил другой мой спикер, Саша Молчанов, он у него проходил коучинг, заработал миллион долларов, кстати, на этом коучинге. Сценарист. Человек-сценарист, заработал миллион долларов за три года. После коучинга? После коучинга. Нет, нет, просто он научил, как зарабатывать сценаристу, человеку, который тексты пишет. Он не нефтью торгует, он не продает ничего, микрофоны эти дорогущие не продает, он тексты продает. Миллион долларов за три года. На чем он все-таки на этих текстах заработал? На инфобизнесе, вокруг сценаристики. Да, вокруг текста, окей. Вокруг сценаристики и всего, как научить там сразу мастерство. Хорошо. Короче, не важно. Меня с Парабелломом познакомил Саша Молчанов, с которым мы уже записали интервью, у нас такие приятельские отношения. Я ему позвонил и говорю, порекомендуй мне, о чем лучше поговорить, о чем интереснее поговорить с Парабелломом, ты его знаешь. Он говорит, у него охуительная, у тебя можно материться? Конечно. У него охуительная просто личная история. Он начал мне ее рассказывать, всю полную версию можно посмотреть у нас на канале. Но там была просто история про то, что у него родился ребенок, что-то с ним не так было. То ли он-то был недоношен, я точно сейчас не помню. И, в общем, его положили в барокамеру. И нужно было ему херачить в день тысячу долларов на содержание жены этого ребенка. И он херачил, херачил. Ну, в итоге, к сожалению, ребенок умер. Вот это было сложно задать. Это вот то, что, ну, это блин, это не про длину члена спросить. Я в какой-то момент понял, особенно после Полонского, что, в принципе, несмотря на то, что это популярно. Хейт на ютюбе. Мне говорили, что ты все сделал правильно. Это сейчас хорошо. Мне это не нравится. Ну, вот, ну, не нравится оно мне. Ну, зачем я буду делать? Вот, как делал, у этого есть определенные интервьюеры, например, черняк. Ему он точно в этом купается. Он точно прется от того, что он разъебывает своих спикеров. Совершенно точно ему это нравится. И это его право. И многим его зрителям это нравится. Ну, мне это не интересно. Понял. Я не считаю, что это какой-то вызов для журналиста. Нет, то есть острый вопрос у меня есть, но они не переходят грань чего-то такого. Сколько человек в канале сейчас участвует? Реально три. Я, Андрей Эльшевский, это редактор, он же продюсер, он же оператор, он же... Ну, в общем, это моя правая рука, с которой мы весь контент делаем. Обсуждаем стратегию канала, с кем, о чем общаться, вопросы пишем. Это вот, ну, мы вдвоем. Два больших человека. И Вова, это режиссер монтажа. Плюс есть Макс, он помогает иногда со съемкой. Если необходим там второй оператор или там третий. Вот. Есть еще на подхвате несколько ребят, которые могут снимать. Но, в принципе, в основном, основной костяк это три человека. Понятно, что есть там менеджеры, например, еще, которые... Они тоже участвуют? В том числе занимаются продажей рекламы. Ну, и у нас сейчас немного, но сейчас запросов просто много, обрабатываем и так далее. То есть, в принципе, у менеджера можно считать. У нас команда-то сама большая. Ну, для нашего небольшого бизнеса она большая. Там порядка тридцати человек. И из них только три занимаются каналом. Если бы больше было людей... Канал был Рос Динвичный? Да, да. Я вот сейчас... Где недоработка? Моя недоработка в том, что я боюсь сейчас рисковать, инвестировать в канал. Наверное, это ошибка. Сколько надо? Ну, надо, наверное, просто зарплата еще у монтажера одного, как минимум. И, наверное, на рекламку раза в два больше. Мы сейчас тратим где-то от выпуска к выпуску от 100 до 250 долларов. 500 в месяц? Да. Ну, где-то там до 1000 долларов. Плюс зарплаты. У нас все штатные. Поэтому это зарплата, это не отдельно там на выпуск. Вот. Я бы еще взял одного монтажера, потому что у нас сейчас контента отснято до... Мы просто составили план после последней поездки до середины октября. И мы знаем, что мы еще снимем. Вот в сентябре я поеду, будет много интервью. То есть я бы делал два выпуска в неделю, но мы физически сейчас это не можем делать. Вот у нас такое пока... Я не думаю, что это там прям глобальная проблема. Многим не нужно столько контента, но было бы неплохо. Потому что мы можем у действительно неплохих ребят брать интервью гораздо больше. И выпускать их гораздо больше. Ну, пока такой возможности нет. Сорян, придется ждать. Но ты, если будешь выпускать два, ты уверен, что канал будет... Ютуб уже это надо. Он всегда так происходит. Я не знаю, как на больших каналах. Я пока не трогал и не смотрел их статистику. Но когда ты выпускаешь, вот всегда первые два дня. Ну, тоже, наверное, у себя это видишь. Ну, два дня или там иногда чуть больше. Если он вдруг куда-то попадет, так вообще хорошо. Но так редко бывает, к сожалению, если это там AdWords. Не с нашим контентом. Не с нашим, к сожалению, контентом. Не с нашей ниши и так далее. И если это делать два раза в неделю, то таких пиков будет два. И вроде как считается, что Ютубу такие ребята нравятся больше. А трейлеры закидывать перед этим? Мы пробовали. Слушай, мы в первую очередь думаем о людях. Вот мы четыре или три раза закинули трейлеры. Люди говорили, зачем. И мы перестали. Просто потому, что зачем нам этот мусорный, по сути, контент. Этот трейлер они потом тоже увидят в этом же ролике. Мы поэкспериментировали. Да, мы три раза это делали. Им это не нравилось. Посмотров было мало органических. Это очень сложная конкурентная ниша. Хотя там вовлечение очень круто. Я бы туда не пошел. Я бы пошел в специализированные ниши. Вот у тебя раньше была тема, ты ушел от нее. Вот я бы эту тему педальеру. Мне кажется, я бы... Я не знаю. Вот те, чтобы зарабатывать на франчайзинге. Франчайзинге. Если бы у тебя было 300000 подписчиков, я уверен, что зарабатывал бы больше, чем 100000 будет на франчайзинге. Мы смогли сделать много хорошего. Но мы это сделаем. Завернетесь? Или другой канал тоже? Нет, нет. Мы просто будем делать тему по франчайзинге для более широкой аудитории. Ну хорошо. Ты понимаешь, о чем я говорю. То есть я считаю, что и в принципе я точно понимаю, что на канале моем, когда будет 50000 подписчиков, вот эта аудитория, то есть она просто умножится чуть-чуть. Это будет ценнее, чем 300000 на любом бизнес-канале, без вариантов. Хорошо. А ты выбрал IT почему? Потому что это тебе нравится? Не, ну я просто предприниматель всегда был. И IT это то, чем я занимаюсь с 2006 года. Ясно. То есть это может быть советом делать канал о том, чем ты занимаешься? Это скучный совет. Про Черняка. Несколько раз по твоим соцсетям я понял, что он как будто побоялся прийти на интервью. Я хотел с ним сделать интервью. Причем с самого начала, когда он запустил свой канал Big Money. Потому что чувак и так был известен на тот момент. Да, без канала просто. И даже без канала. Но когда он запустил канал, я решил с ним сделать интервью. Мы с ним связывались разными путями. Со стороны менеджеров или каких-то ребят из окружения был отказ. Точнее, пока нет. Ну окей. И тут мы с ним встретились на бизнес-концентрате в мае. На мероприятии, где он как раз знаменитый свой вопрос задал Портнягину про мражу. Я после этой вечеринки, которая там проходила в самом конце, он уже уходил. И я к нему подошел. Говорю, ну вот теперь вы поняли, как на YouTube вообще надо. То есть надо делать там коллаборации и так далее. Давайте сделаем с вами коллаборацию. То есть в принципе не обязательно я у вас буду выходить естественно. Я там не в контексте вашего канала. Но для меня. Давайте запишем. Он о вас знал? Да. Ну наверное. Я не знаю. Я не уверен в этом. Он говорит, ну окей. В общем у нас там была долгая история переговоров. В итоге он отказался. Он в принципе мало дает интервью. Мотивировал? Нет. Он очень... Короткая форма? Не утруждает себя комментарием. Он сказал нет спасибо. Почему ты считаешь, что он побоялся? Не знаю. Он в принципе мало дает интервью. За это время, ну после скажем так канала, когда он стал в ютюбе на хайпе, он дал по-моему два интервью. Одно даже по-моему для телевидения, а не для... Плащенко, да? Да. И одно для какого-то мелкого канала там совсем с какими-то там нейтральными вопросами. Которое неплохо набрало из-за того, что снимали в Нью-Йорке. Я тоже это видел. Да, да. Вот он, ну я так понимаю он не дает интервью в том числе журналистам. Я могу только гадать об этом. Возможно это связано с его прошлым. Если вы зайдете на сайты, которые собирают компромат, вы можете посчитать и возможно... Возможно это является причиной. Я не говорю, что это там все право. Ситуации с вопросом про маржу. Ты считаешь, что Партенген реально не прав и не должен знать этого? Нет, нет. Должен точнее. Он должен знать, разумеется. Он должен знать. То есть ты на стороне членника в этом вопросе? Да, но просто Дима неправильно сориентировался в этой ситуации. Ему нужно было сказать что-то другое, кроме я не знаю. А все знает жена. Ты имеешь в виду, что надо было сказать, что 30%? Ему надо было сказать иди дядя Женя в жопу с такими вопросами и я тебе ничего не скажу, это мое дело, сколько я зарабатываю. Хорошо. Хотя он потом задал похожий вопрос членнику и тот сказал какие-то там 30%. Но это же о чем эти 30%? Тебе надо понимать там другие цифры. Тут только контекст решает, я считаю. Конечно. Хай был чудесный, я был в зале, я получил массу удовольствия от этого шоу, которое там происходило. То есть они сделали классный продукт для зрителя, но Дима после этого, конечно, получил кучу. Это теперь мем. До сих пор получает. Да, да. Там сколько морожат, до сих пор спрашивают комментарии. Ты готов к... у него очевидно сейчас период хейта. Даже у меня в комментариях он приходил, ты видел, наверное, что там было в фейсбуке. Мы общались, там несколько еще других ребят приходило. То есть в волнах какого-то хейта, да? По отношению к Диме Портнягину. Перед этим такая же история была у Амирана Сардарова. По-моему это путь обычного публичного журка на ютубе. Ты готов к этой истории или нет? Она у меня будет, но не скоро. Хорошо. То есть ты считаешь, что это только в цифрах? То есть на определенном моменте это 100% из-за миллиона, да? Да, потому что хейтеры есть всегда. Даже когда у тебя 10000 и 65 у нас после Полонского хейтеров хоть отбавляй. Но их все равно мало, чтобы сделать из этого какие-то выводы. Пока у нас лояльных зрителей значительно больше. Вот. Как это происходит? Я вот как раз в интервью с Парабелломом тоже спрашивал о его хейтерах. Он сказал, ну вкратце, короткая версия такая, что чем больше эмоция, обожание, тем потом этот же фанат твой... От любви до ненависти. От любви до невести один шаг, поэтому он также падает в своих эмоциях, начинает хейтить. Потом он немножечко притупляется, успокаивается. Немножечко снова начинает любить, но уже меньше своего героя. В данном случае там Диму, например. Потом где-то там скатывается в ноль. То есть это просто такая кривая фаната. Хорошо, то есть совет, ты меня спрашивал. Это неизбежно. Как делать бизнес вокруг канала, я сейчас получается сформулирую. Я хочу... То есть просто нужно быть на определенном этапе, быть к этому готовым. Не важно, что вы сделаете и как вы сделаете, да? То есть это просто цикл. На нашем квартирнике, Вадик, мы говорили о личном бренде. И Вадим Бортник, фрешлайн, он сказал такую фразу, что вне зависимости от того, сколько у вас будут подписчиков, о чем вы будете писать и так далее, всегда будет тот, который будет вас любить. Это как минимум будет ваша мама. И будет человек, который будет вас ненавидеть. То есть в принципе это правда. То есть даже если у тебя там 8 подписчиков, один из них точно хейтер. В любом IT-проекте важен технический бэкграунд. Я сейчас не про языки программирования или CMS, а про серверные мощности. У стартапа два варианта. Заниматься своими серверами in-house, что конечно дороговато. Или делегировать это профи. Если вы выбираете профи, то ребята из King Servers именно такие. Кастомная конфигурация специально под вас. Почти 100% аптайм. И конечно индивидуальный подход к каждому клиенту. Линк на King Servers в описании. А вам я желаю приятного просмотра дальше. Канал еще для того, чтобы общаться с очень интересными людьми, которые вообще не публичные. Что я у них так подсматриваю и замечаю. Есть определенный класс людей, которые занимаются всем тем, что сейчас прет. Вот просто так вот. И если выбрать нишу интернета, то есть в принципе в интернете, то и держать нос по ветру, общаясь с людьми и более-менее вылезая на пьянки айтишные. То в принципе всегда есть что-то такое. То есть условно, рассказывайте по годам. В 2008 году можно было зарабатывать на продаже ссылок. То есть можно было клепать мелкие сайты и зарабатывать на продаже ссылок. Сотни долларов в день. Ну это по таким средним подсветам. Потом в определенное время можно было очень хорошо зарабатывать на социальных медиа. То есть люди спамили личку и прочая история. То есть там делали игры, потом перешли в паблики в районе 2012 года. Раскрутили быстро и дешево паблики, продавали рекламу там и до сих пор продают. Потом появилась такая серая тема, которую поддерживает куча стран мира. Это мобильные подписки, то есть мобильный контент. Это когда, если вы стыкались, там есть разные типы подтверждения этого контента. Когда ты жмешь окей и тебя потом чарджет какую-то сумму раз в месяц. Или в самых продвинутых регионах типа Африки чарджет может несколько раз в день, если деньги есть на счету конечно. То есть вот в эту тему сейчас с 2012 года там очень многие люди перетекли. Сейчас тренд как раз таки на блогерство. И блогерство не обязательно кстати личное. Я сейчас вижу что наличное, но я знаю кучу людей, которые зарабатывают. У них сотни тысяч подписчиков в инстаграме том же. Тема еды допустим. Почему нет? Или сделай сам DIY. Да, но я не знаю как это хорошо монетизировать кстати. То есть вот с едой мне точно понятно. То есть там можно как минимум сливать трафик на приложение. То есть вообще интересная история, если ты причинул один канал. Еще раз. Главное, что надо запомнить из того, что я тут рассказываю. Это трафик. Если у вас есть трафик, вы рулите. Все. То есть чем больше у вас трафика, тем больше у вас денег. Вы можете не докручивать, не дорабатывать по монетизации. То есть не шарить там, но вы можете кому-то обратиться, он поможет вам докрутить. Есть такие люди, которые так помогают, что потом бизнес заканчивается, но очень хорошо зарабатываешь быстро. То есть вот это главная история. И если у вас есть 400 тысяч в инстаграме, то вы можете в определенный момент условно решить, что вам нужно сделать приложение. И туда вот перенаправить допустим 200 тысяч человек. И установить приложение про еду. А дальше уже там и с этого, и с этого зарабатывать. И дальше идти. Утверждать меня попросил только Максим Бахматов почему-то. Потому что ему казалось, что там будет очень много про Comedy Club, а он хотел больше говорить о Unity. В итоге он все равно с кислой миной согласился. И это интервью зашло, потому что зрителям это надо. То есть нет такого интервью, которые не вышли из этого? У нас не вышла часть сюжета с Young Business Club, к которому они отказались. Почему? Потому что там им показалось почему-то, что часть сюжета про трансформатор была лучше. Но мы же не делали рекламный ролик. А ты показывал и часть про трансформатор про трансформатор? Что я тебе покажу. Да, это была ошибка. Ошибка была показать все видео? Да. То есть твою часть, когда ты участвуешь, понятно? Он тяжелый человек, мы с ним больше не общаемся после этого. О ком речь? Андрея Ставчук. Розыгрыш призов на канале. Помог? Нужен ли? Или это херня? Нет, это херня, но с точки зрения количества подписчиков. Ты можешь мне мяч подкинуть? Конечно. Призы это херня с точки зрения количества подписчиков. У нас больше всего идет с просто роликов каких-то хайповых, с Довганя, с Потапенко, с Дурневой и так далее. С контента. Призы, в нашем случае, опять же, можно разыграть машины, наверняка у тебя будет 100 тысяч подписчиков. Хотя я знаю кейс, сейчас вернусь к этому. Когда ребята из канала Хайповый бизнес разыгрывали, ну, они заявили о том, что разыграют, когда у них будет полумиллиона на канале, квартиру. Были даже у Амирана, потратили кучу бабла, получили около, ну, в короткой перспективе около 20 тысяч подписчиков. И все. А квартира, как заявлено, как, знаешь, декларация есть, и люди ждут, а у них там 100 с чем-то сейчас только. А, то есть все-таки на полумиллиона придется? Не дало это. То есть, я вот поэтому осторожен в Ютюбе, потому что я понимаю, что Ютюб примет любые деньги. Ты знаешь это. То есть, в Google Adwords, в любые другие способы продвижения можно слить просто все деньги мира. Это, как, знаешь, там, в South Park был человек, который съел свое лицо. Ну, вот, он как бы сам себя съест, и денег в мире больше не останется. Мы просто почему делаем призы с автографами? Потому что это какая-то такая трушность. Мы за... Это Анатолий Демьяненко, это лучший футболист СССР 86-го полного года или 85-го. Вот, мы сделали с ним коротенькое интервью, и он подписал нам мяч. Ну, то есть, мы постараемся, чтобы наши спикеры подписали, и видишь, что у этого есть запрос среди зрителей, потому что хочу там книжку, неважно, я ее прочитал уже, с автографом. Интересно. То есть, автографы, это, ну, то есть, они забыты были после появления селфи. Никто сейчас не подписывает автографы все. Привет, там, я с Том Крузом или еще где-то там. А автографы, это, ну, это, как бы, трушно. Поэтому это, вот, только за счет этого. Оно, я всегда, ничего не дал. Ничего не дает, но создание такой атмосферы какой-то личной, со своими зрителями. Призы дешевые все. Вот этот мяч стоил 1300 гривен. У нас самый дорогой приз был, или телефон, или рюкзак с подписью Димы до билета. Ну, вот, как раз хотели подпись на рюкзаке. Мало того, что рюкзак был прикольный, с этим котом. Так еще и там было написано HelloVote, это вообще круто. И подпись до билета, ну, это огонь. Особенно для айтишников такое получить. Я не помню, кто выиграл. Ну, то есть, какой-то чувак выиграл в Харьковской области. Мы его отправили, он нам фотку даже высылал. Не знаю, айтишник он или нет, но это круто. То есть, иметь такой рюкзак с подписью. Или мяч с автографом легенды футбола. Ты недавно тестил 2-3 интервью в день. Как впечатление? Это вот как раз было 2 дня, когда у меня было интервью с Полонским. То есть, это следствие, да? Я думаю, что да. Я не то, чтобы к нему не подготовился. Конечно же, у меня было... Я просмотрел много последних его интервью. Я написал кучу вопросов. Хотя это был первый день, третье интервью после поезда. Но все равно, с моей стороны, факапчик был именно эмоциональный. Я не почувствовал, что в его случае все-таки стоит немножко другое задать. Ну и плюс я все-таки... Точнее у меня появилась такая бравада, а давай я начну с этого. Обычно начинается с того, что нравится человеку, да? Надо чего-то попроще начинать. То как бы нужно. Я знаю это. Слушай, я учитывая мою писательскую деятельность в журналах, где-то тысячу интервью взял. Ну разного объема, разного и так далее. Ну где-то было... Их немало было. Вот. Поэтому я знаю, как нужно делать интервью. Но это был риск. Но в данном случае, видимо, не очень оправдан. Хотя мы получили хайповое видео. Хорошо. С которого он ушел. Хорошо. На блогерстве как еще зарабатывать? Ютубовская история. Мое уведение. Что меня уже давно так пробуют, прощупывают. Создание какого-то сообщества. Я очень блевотно отношусь к бизнес-клубам. Буду честен. Потому что много таких. Есть симпатичные вполне. Но давай не будем называть, чтобы это все как-то не было. Это один из вариантов. Членские взносы, допустим, раз в 3 месяца или 12. Система подписки это... Хорошая тема. Клуб это первая история, которая сейчас у меня на уме. Но я пока не собираюсь. А как это к ютубу относится? Вокруг канала. Все вокруг канала. То есть нет смысла, смотрите, я не верю. То есть мы делаем квартирники, это похоже? Похоже. Сейчас скажу за квартирники, кстати. Ивенты это один из самых главных таких вариантов. Какие варианты монетизации, кроме рекламы? Мы когда-то думали, что будем даже спикеров брать за деньги, когда у нас были сюжеты. Да, ты говорил. Но передумали. Передумали. Я считаю, что это вообще не честно. Мне со мной делать джинсу не хочется это делать. То есть я видел это в журналах, в нулевых. Значит гостей вы за бабки не хотите брать? Хорошо, закрыли тему. Что еще? Ивенты можете зарабатывать? Потому что первое, еще кстати, не потому что мы такие все честные, хотя это тоже. Но еще и потому что деньги предлагают только не те спикеры, которые мы хотим. Это директора заводов, мукомолы и так далее. То есть какие-то ребята, которые там, криптовалютчики знаменитые какие-то. Но они, кстати, хорошо предлагают. Нормально заносить их или нет? Нет. Мы отказались. У нас париматч и прочие вот эти все азарты, гэмблинг. То есть азарт. Сколько хотели дать? Я не знаю, мы сразу им отказывали. Мы азарт, алкоголь и табак. Несмотря на увлечение как минимум одним из этого. На всякий случай скажу алкоголь. Да, я только думал, что ты букмерская контора. Не курю, да. Несмотря точнее на позитивное отношение к этим всем напиткам. Нет. Нельзя это рекламировать. 5 тысяч долларов вот здесь букмерской конторы на футболке нет? 10? Нет, нет, нет. Это зашквар. Это просто, мне кажется, путь никуда. За шквар думаешь? Есть на ютюбе ребята, которые берут любую рекламу. Да. И за это их, конечно, к этому... И видно даже по комментариям, что лояльность у аудитории, ну знаешь, очень резко снижается. То есть видно, что человек, для него это не творчество, как у нас. Мы все-таки про творчество. Реально. У нас реклама мало. Мы за все время, если посчитать, мы в таком минусе жирнючем за год этот я имею ввиду. У нас была реклама, но уверен, что затраты, да, да, да. Я даже не хочу считать. Хорошо, что основной бизнес. Без этого бы не было канала. Скажи, канал вырос в 5 раз за 10 месяцев. Да. Пропорциональное количество денег, которое генерирует Франч, как компания отдельная по упаковке. Так же? Нет, не в 5 раз, конечно. Но совершенно точно, что особенно в последнее время, ну я думаю, что это будет продолжаться. Это связано с ростом канала. У нас все больше клиентов, которые приходят. Мы вас знаем. Практически сейчас каждый. То есть вот я вчера там был skype call. Человек вообще из... Ну я не знаю, но это вообще из России. То есть человек... Я думал, ты скажешь, с Гоноулу, там типа вообще из России. Ну ты так вообще... Не вообще из России, но далеко. Россия же большая. С Владика, да? Я имею в виду, да, там, по-моему, точно не из центрального округа. Короче, она говорит, я вас смотрел. Вот. Несмотря на то, что канал маленький. То есть 65 это мало в масштабах Ютуба. И как будто мы попадаемся. Я соседа недавно, у меня сосед. Я живу в пригороде Киева. В небольшом городочке. У меня там дом. И я на одном форуме выступал. И там подошел чувак и говорит, привет, я давно тебя знаю. Смотрю, точнее. Я твой сосед. Я один раз смотрел тебя на телевизоре. Мне позвонила жена, открой ворота. Я вышел открыть ворота. И тут ты проезжаешь на машине. То есть такой типа... Человек из телека. Звучит смешно. Интересно. То есть я нашел соседа. Медийность решает. У нас в последнее время все больше людей, посмотрев, увидев, что какие-то реальные люди общаются с крутыми чуваками. То есть это лайфхак для тех, кто хочет в бизнесе, в нише, где все делают одинаковое, с одинаковыми ценами. И не знают, как вообще этих клиентов получить. То вот медийность, популярность, это да, это решение. Цены от того, что стали известнее? Нет, пока нет. Но мы делаем сейчас новую презентацию. Я еще ее не видел, но, наверное, там цены повышали. В сравнении с тем, с кем я общаюсь, с бизнесами IT, у кого беру интервью, получается, блогеры зарабатывают мало. То есть если ты хочешь зарабатывать только на рекламной модели, тебе просто надо быть не вебическим блогером. Дудем, трансформатором и так далее. Да, я бы даже сказал Ивангайм и прочее. Эти ребята тоже хорошо зарабатывают, но это все равно даже не те деньги. Но это топовые ребята и это рекламная модель. Но если условно завтра Дудь решит делать мерчик, футболки с Дудь, то он может зарабатывать эту сумму изи, мне кажется. А если еще там глубже копнуть и подумать не про футболки банальные, а что-то более интересное или коллаборацию, условно. Путешествие с Дудьом. Условно, кстати. Это хорошая тема, которую делает Дима в трансформаторе. Это интересная тема. Я думаю, что там в месяц десятки тысяч долларов. То есть ты просто создаешь благодаря каналу? 100% вокруг себя. И вокруг канала должны строиться. Если вы делаете канал только для рекламной модели, то думаешь, что это не долго играющая история. Нет, но это приходит со временем. У нас же такая же история была. Я просто хочу, чтобы люди понимали сразу. Реклама очень хорошо помогает на старте закрывать косты. То есть если кому-то кажется, что 4 камеры, поездка в 5 разных городов, иногда из стран, продакшен это дешево, то вы заблуждаетесь. То есть реклама вот это помогает покрывать. Плюс есть еще маркетинг, AdWords, условно. Дальше надо думать вокруг, про бизнес и вокруг канала. Следующий момент это ивент. У меня есть мечта сделать корабль целый айтишный. Я был на таком, я плавал через Атлантику недавно. Ну 9-8 месяцев назад, в общем, с Канар в Панаму. И это отличная тема, когда 200 чуваков, которые занимаются чем-то похожим, как минимум. Вот я хочу сделать интервью, которое сложнее всего удалось, кроме Павловна. Это Дубилет. Мы с ним полгода общались. То есть процесс был утомительный? И Федерев, наверное, тоже, но с ним чуть меньше, с ним несколько месяцев. Самый большой факап с видео за последние 9 месяцев? Больших не было. То есть это какие-то мелочи. Понимаешь, когда ты снимаешь на две камеры и со звуком плюс-минус понимаешь, что нужно его мониторить, то нет факапов. То есть это процесс уже. То есть проблемы вы просто закрываете по ходу. Потом на монтаже. Да, бывают такие вещи, что-то там, косички. Камера выключилась, это все решается монтажом. Что тебя бесит больше всего в сегодняшнем бизнес-блогинге в Рунете? Ну вот нетрушность, когда люди думают, что... Это, наверное, правильно. Я, опять же, после общения с Парабеллумом сказал, что понты для аудитории, особенно молодой, они работают. Ну просто я-то уже, наверное, не сильно молодая аудитория. Для меня вот эти все золото, Феррари, Гуччи и вся эта херня, мне уже кажется, ну я понимаю, для чего это делается, но мне вот это не нравится. То есть вот это бесит. Бесит то, что... Ну вообще, не знаю, зачем что-то бесило. Я вот в отличие от хейтеров, если меня что-то бесит, я просто это не смотрю. Я даже не... Дизлайки ставишь? Дизлайки я ставлю, да, конечно, каким-то мудакам-конкурентам. Но я же знаю при этом, что это им только в пользу. Хорошо. Кто твой конкурент? У меня есть в Social Blade. Я там 15 каналов себе выбрал. Я отслеживаю динамику изменения нашего канала и каналов других. Есть конкуренты... Вообще, я что-то неправильно сказал, конкурентов на YouTube не может быть. Потому что мы здесь конкурируем только за время зрителя. И учитывая, что, ну, как бы, зрителей так много, нас пока еще так мало, мы, в принципе, ни с кем не конкурировали. У меня пока еще не было ни одного рекламодателя, который... Знаете, мы лучше там к черняку пойдем, например. Хотя к нему уж нельзя пойти. Ну, к кому-то другому. Меня бесит, знаешь, вот возвращаясь к тому, о чем ты говоришь, меня бесит, когда используют возможности YouTube, плохие возможности YouTube. Например, возможность докрутить на бизнес-канале детской аудитории. Она, конечно, есть. Это не должно быть запрещено. Пишите комментарии. 500 комментариев с вопросом, очень хорошие видео. И вопросом, и ответом. То есть, иногда очень хорошие видео, знак вопроса. А снизу второй пишет, спасибо, очень хорошие видео. Нет, я не про ботов. Там же бывают реальные дети. Ну, вот есть, например, канал. Да. На три буквы. Он позиционирует себя как бизнес. Он реально на три буквы? Да, на три буквы. Там три буквы в названии. Я не знаю. Потом скажешь мне. Можешь сейчас сказать? Ну, я бизнес-клаб в данном случае. Ага. Так это аббревиатура? Аббревиатура, да. Они пошли по пути. То есть, ну, такой путь есть на YouTube. Я видел розыгрыш какой-то. Они нагоняют. Они сделали коллаборации, например, с четким паццей, с фикусами и прочими ребятами. И нагнали очень много детской аудитории. Там ты заходишь на канал, новый выпуск. Там первые люди, которые пишут, это когда будет розыгрыш. Это люди с иконками майнкафта. Это люди, которые пишут с ошибками. Когда заходишь к ним на канал, там в основном либо игровые какие-то ролики, они лайкают и так далее. Ты все понимаешь. Это живые люди. Но они пришли за призами. Им не нужен твой бизнес-контент. Им не нужен твой типа умняк, который вы тут мне задвигаете. Когда iPhone, короче, ребята. Когда 10 тысяч гримм. Вот. А вот это тебя бесит? Меня бесит, что такая возможность есть. И что она не бесит. То есть у каждого свой путь. У меня просто... И здесь точно нет никакой... Я совершенно точно понимаю, что наша аудитория 65. И, например, там 150. Это... Ну... Детей. Это даже по органике видно. У нас органика, например, там может быть 10 тысяч там за... Ну там... Четыре дня, например. А там будет два. Это значит, что это мертвая аудитория. Они пришли, не выиграли. Мало отписываются. Особенно дети. Я вообще пофиг. У них там лента из подписок. Миллион каналов. Кстати, это да. Это правда. То есть... Они ловят на этом. Я был в отпуске, мы смотрели... Закончились уже закачанные все на айпаде мультики для сына. И я включил на ютюбе какой-то англоязычный мультик. Какой-то паровозик там, блин. И там чуваки просто... Каждые, блин, две минуты вставляют рекламу. Я понимаю, что дети, что ее не пропускают. И владелец канала получает свою денежку. Я-то пропускался и делал. Это причем же... Ты была чем заняться? Да, не было чем заняться. Но я ему держал айпад и пропускал эту мудацкую рекламу. То есть дети, к сожалению, на ютюбе не умеет им пользоваться. И это позволяет каналам выглядеть в глазах других более крутым. То есть это как? Пискомерство. Да, это пискомерство и это показушность. Вот такая. Ты таким не являешься. И благодаря 100 тысячам, наверное, к ним пришла Балтика. Но это смешно, когда у тебя на канале дети, а ты им Балтику рекламируешь. Но это тупость. У меня большой запрос на знакомство. И я думаю, во-первых, я хочу себя разгрузить. А во-вторых, думаю, как сделать это as a service. То есть там с оплатой за действие, допустим, чтобы людей коннектить. Это сводничество, да? По сути, да. Мне недавно сказали, что этим в Америке зарабатывают люди. Я пока не то, что даже не просил у кого-то. Я стараюсь помогать просто. Кому-то нужны деньги, кому-то нужен трафик. То есть я этих людей пока свожу. Возможно, комьюнити эту тему может решить. А как ты думаешь, что там, возможно, в принципе, спрашивать? Мне нужен контакт, например, человека X. Но ты же так делаешь, и я так делаю. 100 долларов. Нет, я деньги не прошу. Я тоже не прошу деньги. Но мы просто пишем. А как просить? Я думаю, что... Надо скинуть ссылку на прайс. Так более-менее гуманно будет смотреться. Мой менеджер с вами свяжется. Вот, кстати, так все и делают. Знаешь почему? Потому что им неудобно просить деньги. Это 100%. Они так и делают. Вот напишите эту дату. А там Марина какая-то тебе ответит. Ну это стоит у Романа 400 долларов. Хотя бы ты бы сказал. Да нет, это что. Можно делать просто там обед с Романом, например. Или там с Олегом. Ну да. Обычно это делается как блэотворительный обед. Да. Вот на этом тоже можно зарабатывать. К чему веду? Да. С какой бы стороны вы не зашли на social media, то есть не обязательно YouTube. Сейчас Instagram рвет все. И я думаю, что следующий... Это как-то странно говорить, да? Я скажу следующий Facebook, но они очень много делают подвижек, имея в своем арсенале Instagram, понимая, как люди сейчас работают с фотками и видео, в том числе в Instagram, они сейчас сильно рвутся в видео. Вот нереально сильно. И я думаю, что там будет все хорошо. И stories в Facebook сейчас начали набирать просто какие-то... У меня там не сильно много друзей, но это аномальное количество для этого количества друзей. То есть они продвинули просто этот инструмент и stories сейчас становится очень круто. Серьезно? Стоит делать stories? Очень рекомендую. Сто процентов. То есть сотни просмотров у тебя будут. Ну, допустим, мы сейчас запилим как-то stories. Это точно будет. То есть с какой бы стороны вы не пошли, если вы начнете делать канал, вы точно получите запросы на какие-то бизнесы. То есть вы поймете, что вокруг этого можно построить. Но там опять-таки включается дальше регулярность, выхода качества. Все, контент. Мне чего просто. Почему выбрал вот эту тему еще? Потому что... Почему просто продавать рекламу отчасти просто, да? Кроме связей. Вторая тема, что ты продаешь не только себя. Ты продаешь гостей. И ты так же делаешь. Сто процентов. Нет. Мы всегда говорим рекомендателям, что мы не должны их ассоциировать. То есть гость не должен ассоциироваться с брендом. Это просто в его выпуске. Но это некорректно. Хорошо. А ты говоришь, кто будет? В каком выпуске и с кем? Бывает, да. Бывает. Но иногда и нет. У меня тоже 50-50. Ну конечно. Но люди хотят. Ну вот сейчас мы хотим педа на Самсунгу продать. Отлично. То есть мы когда запишем, мы его продадим уже. Надеюсь. Бизнес-блог может быть только про мотивацию или нет? Или это херня, а не бизнес-блог? Нет. Он не должен быть про что-то. Мне кажется... Вот лайфстайл. Бизнес. Это вообще нормально? Конечно, да. Да? Считаешь, нормально? Да, только так можно. Смотри, какая цель. Если миллион подписчиков, то только так? Да. Ну вот трансформатор это классический случай, хотя тоже есть к этому вопросы. Слишком уж быстро. То есть я только хотел спросить, когда старт был, когда ты рассказывал за конкурсы и детей, то есть вот в этом смысле? Слишком быстро миллион триста? А потом стоп. А потом стоп? Нет. Я не говорю, что это слишком быстро. Просто опять же, часть аудитории мертвая. Но в случае с Димой, как бы к нему там сейчас... Даже я не относился после выпуска с серии, все-таки немножечко он меня расстроил этим выпуском. Но ошибся. Он крутой чувак. Ну, ошибся или был вынужден... Я с тобой разделяю мнение, что... Тут уже не знаю. А, окей. Я просто думаю, что ошибся. Окей. Может быть был вынужден ошибиться, потому что такие каналы в России просто так, знаешь, не гуляют уже. Тем более с такой очень концентрированной аудиторией, интересной и недоступной другими способами. А сейчас выборы и так далее. Он все равно крутой чувак. Я имею в виду команды даже. И все люди, которые этим занимались. Потому что даже вот эти способы детские, вот то, что пытался Стопчук повторить, он такой трансформатор на минималках. То есть он как бы понимает, что нужно делать, но делает все равно неправильно. То есть повторять те же действия, тоже детские конкурсы. Но все равно получается, блин, больше детей, чем в меняемых людей приходит. У Димы все-таки было... Это вот тяжело разложить это, но это было по-другому. И там есть реальная бизнес-аудитория. У меня три моих там друга или клиента, или знакомых продавали через рекламу у него в канале, в франшизы свои. И заходил. В смысле заходил. У него заходил. Ну то есть они успешно продавали, им понравилось. Да-да-да, именно с выпуска. У меня было, да я даже назову на Довгань, Design for Fitness и Ягуми. Причем это на разных стадиях было. Вот Довгань был совсем недавно, в мае, по-моему, или в июне. Design for Fitness было там полгода назад. И они там заявок там было дохерища. Разные форматы рекламы, кстати. Тоже могу рекомендовать. Продакт Бойсман, например. 100%. И я общаюсь с ребятами, которые продают многих популярных блогеров. Это как бы будет повод для ребят обратить внимание на нас. Слушай, ты меня еще сейчас продал с ней. Еще прикол. Айтишники пьют воду, потому что там предприниматели айтишники пьют моршинские. Меня часто спрашивают, почему я нашел только гэп. Ну вот. Это у меня, кстати, один из вопросов. Да. Ну он по-другому звучит. Можно задать сейчас? Да, да. В какой момент ты гэпнулся? И расскажи эту историю, почему ты помешал. Ты не видишь о меня. Нет, сейчас фоточки. Я ненавижу шоппинг. Это первое. Второе. И когда я выбираю какой-то магазин, мне проще. Я очень ленивый. То есть я прихожу в один магазин, и вот если мне что-то подошло, или мне кажется, что оно мне подошло, ну это же проще всегда так думать. Ты приходишь и покупаешь там все, что там есть. И тебе подходит. И все. Так было с гэпом. Мы просто мне как-то, ну короче, выбирали для меня подарок на день рождения. Брат мне сказал, давайте там, что тебе надо? Я говорю, да ничего мне не надо. Давай футболок мне купим каких-то там, наберем одежды. Мы пошли в океан плазу, и мы где-то час ходили. Ничего вообще, ни хрена не подходило. Ну плюс я аж как бы не как ты, да. То есть не такой стройный. Но мне тоже сложнее. У меня в другую сторону тоже сложнее найти. Да, да. У меня с другой стороны. А у меня у толстычков. И мы пришли, час обошли весь океан плазу, и потом пришли в гэп и там купили все. Я понял, что это мой бренд. Но, к сожалению, мне пока не платят. Хотя надо бы уже. То ли еще Нью Бэнс рекламирует наверняка не бесплатно. Может быть он там берет одежды. Но я бы тоже футболками взял, они не то чтобы там супер дешевые. И последний вопрос. С мамой работаете и с братом? Да, семейный бизнес. Вы участвуете, ты участвуешь в, ну то есть ты владелец. Да. Компания Франч и канала. Как можно быть владельцем канала? Там просто аккаунт на кого завести. Он даун зарегистрирован на меня. Просто в 2009 году было. Никто об этом еще не думал, да? Никто не думал. Нет, так канал это в общую пользу. Сложно семейный бизнес вести. Честно. Это редкая история в Украине и в России. Ну то есть у нас так. В начале было сложновато наверное. Много было каких-то там ссор даже. Сейчас мы уже все-таки были даже хлопки дверью. Все, я там ухожу. То есть не зря канала теме просто с 2009 года. В первый год наверное там было. Не, я с 2006 мы работаем. Мы вообще работаем наверное года с 2002 вместе. Но именно в офисе в одной компании. Я уходил ненадолго во власть денег. Конкурс. Знаешь что в последнее время с конкурсами случается? Гости не всегда оперативно выбирают победителя. А мне потом доезжает знаешь. Где, кто же там, кто там. Я надеюсь, что ты сделаешь это более-менее оперативно. Ты вопрос придумал? Да. Друзья, все что нужно сделать это подписаться на канал Олега. Поставить лайк этому видео и обязательно включить колокольчик. Это очень важно, прям критически важно для ютюбера. Чтобы он во-первых увидел вас, а вы увидели его. Потому что теряются подписки. Особенно если их много. И самое главное написать комментарий. О чем комментарий? Лучше все знаешь какие комментарии заходят. Когда люди тебя просят записать с кем-то интервью. Комментарий, конечно, получается не очень большой. Поэтому мы всегда просим почему. С кем бы вы хотели увидеть интервью на канале .g? И почему? Почему вам этот человек нравится? Какие у него есть скиллы? Что вам хочется от него услышать? IT-тема. Да? IT-тема. IT-тема, бизнес. Не обязательно чтобы это был большой бизнес. Дудя не просить? Можно. Он тоже в медиа работает. Ну да. Но это будет нечестно. Что мы разыгрываем? Ну слушайте. Приз никак не связан с комментарием. Я не смогу тебе обеспечить этот контакт. Хотя если он был у нас. Хочу. Если у вас есть бизнес. И вы думаете возможно его мастербировать. То я могу вам подсказать. Поможет или нет вам франшиза в этом случае. Потому что я здесь 16 лет. И я точно смогу ответить на этот вопрос. Стоит ли нет заниматься франшизой. Предложение или. Если вам не интересен YouTube. То вы также можете с вами подписаться полчасика. И ты отдашь всю свою. Да. Стоит или нет вам запускать свой канал. В вашем бизнесе. И как на этом собственно монетизироваться и зарабатывать. В Киеве к тебе можно будет в гости заехать. А так скайпик. По скайпу. Отлично. Спасибо.